В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разрабатывается 198 вакцин от COVID-19, 42 из которых уже на стадии клинических испытаний. И только 10 дошли до третьей фазы испытаний. Среди них вакцина компании Pfizer и BioNTech. Что такое третий уровень? Третий уровень это когда уже сделали вакцину, разрабатывали, на мыше испытания делали, на людей первый этап. А потом третий этап, когда испытания делают, они дальше изучают отдаленные последствия. То есть вакцину ввели, а потом через три месяца, пять, шесть, девять, через год, что случается? У организма выработанное антитело устойчивое? Она долго будет защищать организм человека или нет? По данным разработчиков, в испытаниях вакцины компании Pfizer и BioNTech участвовали 43 538 добровольцев. Им вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытания заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компания уточняет, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. Однако, как долго держится защита, не сообщается. Там было вакцинировано несколько десятков тысяч человек, 43 тысячи получили первую дозу, вторую дозу получила меньше 39 тысяч. И вот на сегодня отчет звучит так, что она достаточно безопасна, побочных эффектов серьезных не было выявлено, а эффективность более 90%. Это утверждение только такое временное, потому что третья фаза требует несколько лет изучения, трех лет. Потому что в данный момент, в острый период, могут побочные эффекты не проявиться, они могут проявиться с течением времени. И это очень серьезные правила к производству вакцин, потому что прежде всего безопасность. Тем временем, врачи говорят, что создание вакцины в быстрые сроки влечет за собой некие опасения, ведь коронавирус мутировал за год уже несколько раз. Мы уже такое проходили, в мире были примеры, когда выходила новая инфекция, там свиной грипп, там птичий грипп, и искали вакцину. Но потом, когда вот так быстро-быстро сделав и применив, получилось, что и вирус изменился, а с другой стороны и вакцина не подействовала. И все страны, получается, потратили свои деньги зря. Мы можем попасть тоже в эту ситуацию уже в таком масштабном планетарном составе. Таким образом, в разработках вакцины участвуют самые разные организации, от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп. Так, по словам врачей, вакцины, которая была бы готова для массового пользования, до сих пор нет. Возможно, первая будет готова в 2021 году после окончания третьей фазы клинических испытаний. А между тем, статистика по коронавирусу в стране следующая. За прошедшие сутки зарегистрировано 570 новых случаев коронавируса с учетом небольничной пневмонии. Из них в Бишкеке – 121, в Аше – 114, в 85 случаев Чуйской области, 30 – в Ожской, в Таласской – 21, в Нарынской – 5 случаев, в Исокульской – 51, в Джалалабадской – 61, в 82 случаев – в Баткенской. За весь период пандемии в Кыргызстане выявлено 63 960 случаев коронавируса. Также за сутки выздоровели от COVID-19 с учетом небольничной пневмонии 416 человек. Всего за весь период 54 774. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека. Всего 1185. На стационарном лечении 3444 пациентов, состояние большинства из них – средней тяжести.